Добрый день, ребята. Часто поступают вопросы, что если это представляет сеть Pilotage. Что это такое, с чем увидят. Начать хочется с того, что это обычная сеть, такая же как и WattSim, такая же как и WoW и за десяток других более мелких. Сеть Pilotage покрывает Южную Калифорнию. С недавних пор у нее было расширение до западного побережья США полностью. То есть половину США начала покрывать практически. Но там, к сожалению, не все аэропорты. То есть плотный контроль, большое количество обслуживаемых аэропортов осталось в Южной Калифорнии. Эта сеть платная. Она позиционируется как сеть для подготовки пилотов. Но по факту, у меня нет, к сожалению, данных статистики, но по факту я склоняюсь к тому, что летают там в основном такие же пилоты, как и я. То есть диванные ребята, которые где-то что-то почитали и им нравится симулятор. Вот и все. Сеть из себя представляет следующее. У нее стандартный клиент Pilotage, который запускается. Выглядит он как с квака. Запускается он обычным коннектом. И вам он практически не нужен. То есть запустились, подключились, спрятали его и все. Одной из главных особенностей сети является использование реальных частот, которые реально используются в аэропорту. Для навигации используются такие сайты, как skyvector.com со схемами. То есть в США понятно, что эта информация более доступна, более систематизирована. У вас не болит голова ни о чем. Вы можете благополучно использовать все схемы аэропортов, которые есть. Использовать частоты, использовать другие данные, которые вам необходимы в плотном достоимости топлива. Если хотите там совсем заморочиться, то есть вычислять. Цена в месяц составляет 19.95 для малого региона Южной Калифорнии, которым он был изначально. И 36 долларов для Western Expansion, так называемый. То есть за 36 долларов вы получаете и старую зону Южной Калифорнии, и все остальные прилегающие. Подписка ежемесячная. То есть в рублях соответственно это 1200. Ну и соответственно что у нас 36? Ну 2200 где-то так получается. Это дорого. И цель видео не призвать там каких-то фанатов или страждущих или еще чего-то. Цель видео просто рассказать о том, что оно существует и о том, что там можно летать. Я уже, у меня на канале уже неоднократно были видео из этой сети. Чем оно примечательно? Здесь интересно летать по Вормайкам. Интересно летать по... Используя только старую навигацию. То есть такие... Ну то есть по радиалам, по приводам. Потому что все это опубликовано, доступно. Схемы есть, карты есть, расстояния небольшие. И это тот регион, та сеть, в которой интересно летать на малой авиации по приборам. То есть помимо визуального полета. Там со всеми классами воздушного пространства и прочими радостями. Здесь интересно летать по приборам на мелких самолетах. Таких как, например, вот этот Viper Comanche. Либо Cessna 182. То, чем на канале у себя занимается Madrata Dagger периодически по Германии. Расстояния небольшие. Вы спокойненько выбираете себе все, что хотите. Делаете, что хотите. Еще одной особенностью сети является так называемая сертификация на рейтинге. Это внутренние рейтинги. Они ничего вам не дадут нигде, кроме этой сети. И даже в сети они вам ничего не дадут. Это такая же бесполезная вещь, как P-рейтинги в VATSIMI или FS. По-моему, да. FS рейтинги в EVAO. То есть они ничего не значат. Хотя в EVAO я видел пацаны ими меряются. Зачем? Не знаю. Им бесполезная, просто бесполезная чушь. Но в отличие от всего этого, от VATSIMI и от EVAO, рейтинги в Pilot Age обусловлены неким туториалом. То есть каждый экзамен, вам не надо подготавливаться к нему за год, изучить, зубрить кучу всего, потом сидеть записываться куда-то. Нет. Вы просто подключаетесь к сети, делаете доклад о том, что вы бы хотели полететь вот по такому маршруту, взятому из билета, и сообщить диспетчеру о том, что это у вас i-рейтинг. Или CAT-рейтинг. Рейтингов два. Есть i инструментальный, есть CAT. Их обоих по 11 штук. Этих рейтингов. Инструментальный рейтинг и поправка CAT-рейтинги учат вас, что такое воздушное пространство, фразеология и радиообмен при визуальных полетах. Что такое запретные зоны, как, например, полететь из неконтролируемого аэропорта, вот как в моем случае сейчас я взлетаю из Агадульчи аэропорта, взлететь допустим из неконтролируемого аэропорта и прилететь в контролируемый аэропорт. Причем в разных воздушных пространствах это может быть как и класс Чарли какой-нибудь, Сан-Диего, например, или Санта-Барбара. Либо класс Браво, например, такой как Лос-Анджелес. Никому не мешая спокойно выполнить заход. Просто вы будете это понимать, когда вы все это пройдете, сдадите там эти экзамены. Вы все это будете прекрасно понимать и полеты по США у вас не будут вызывать никаких проблем. Причем не в ВАТСИМе не бывало. Помимо прочего, директор данной сети, Кейт Смит, его зовут, в свое время организовывал воркшопы, так называемые. То есть это лекции по этим самым экзаменам, по тематикам этих самых экзаменов. Их можно найти на Ютубе в свободном доступе и на английском языке. Да, здесь английский надо учить, уточнить английский вам потребуется на таком приемлемом уровне. Ну то есть вы должны понимать, что от вас хотят. Не обязательно там, что вы прям должны идеально без акцента. Ну то есть вот у меня частая проблема, это то, что мои доклады не понимают из-за моего акцента, например. Либо я прошу диспетчера говорить помедленнее, потому что, как мы знаем, американцы очень шустренько разговаривают в этом плане. И скорость у них побыстрее, чем англичан, например. Вот, интересно самому составить маршрут без всяких планировщиков. То есть ты сидишь, действительно там выискиваешь, высчитываешь этот маршрут, как тебе полететь. Будешь ли ты использовать сиды старые или ты прям в воздухе запросишь клиренс. Помимо прочего, что еще хотелось бы отметить. Данный регион полностью покрыт, ну то есть вся зона покрытия Pilot Age, того, который за 19.95, то есть маленькой, давайте назовем, классической зоной покрытия Pilot Age. Она вся закрыта регионом ОРБХ, Калифорния, Юг, Саут Калифорния. И вам не надо никаких сценариев искать, ничего, вообще ничего. То есть вы поставили регион и все, и забыли обо всяких каких-то кастомных сценах, еще о чем-то. Вообще никаких проблем. Воткнули, полетели, у вас все аэропорты есть, все ВПП здания есть, ориентиры все есть. Все замечательно, единственное, я сюда накидал отдельно Palm Springs, отдельно San Diego, отдельно Los Angeles и Las Vegas у меня. Но они у меня просто были, я их воткнул, опять же не знаю зачем, потому что, например, с Las Vegas возникли проблемы и FS Dream Team не совсем совпадает с РБХ. Вот, но посмотрим, что там сделает еще Flight Tampa с Vegas, там будет понятно. Вот, полеты интересные, с одной стороны. С другой стороны, все эти экзамены, их суммарно 22 штуки, я их прошел за 2 недели. Две недели это, скажем так, одна из приятных вещей. Две недели это бесплатный период, которым вы можете пользоваться в Pilot Edge. То есть, если вы сейчас заинтересовались тем, что я говорю, вам было бы интересен какой-то опыт такой, посмотреть, как это оно. Попробовать, да, и у вас есть демо режим, так называемый, который не имеет в себе никаких ограничений, кроме временных. Вы заходите на сайт, регистрируетесь и спокойно летаете две недели. Вы можете сдавать экзамены, вы можете проходить. Хотя вот я не уверен, на самом деле, возможно ли, ну, то есть, пойдут ли они вам в зачет. То есть, если у вас там биллинга нет, не знаю, не буду вас вводить в заблуждение. Но экзамены вам никто не запретит задавать, вы можете просто взять этот маршрут из экзамена и слетать. Назвать его, допустим, как вы диспетчеру можете сообщить, тренинг for CAT-1, например. Тренировка для CAT-1 или как там, I-1. И потом поделись у вас, у диспетчера были ли у меня какие-либо нарушения. Диспетчеры отзывчивые. Из минусов в сети, что еще хочется сказать. Помимо того, что она платная. Она живет по калифорнийскому времени. Работает она с 8 утра до 23 часов вечера по... Какой у них там? По восточному времени, да, получается. С Москвой эта разница составляет 10 часов. То есть в 8 утра это у нас 18.00 по Москве. Это с одной стороны и минус, с другой стороны и плюс. То есть вы приходите с работы в 7 часов вечера. Сеть уже час как работает. Грубо говоря, для России в принципе всегда территориально можно полетать там. Время будет нормальное. С другой стороны, у них большинство ивентов рассчитано тоже на американских пользователей. То есть, всякого рода там флоины, которые организуются в сети, они проходят, как правило, ночью по Москве. То есть где-то в районе 2-3 часов ночи. Что не есть удобно, к сожалению. Дальше. В сети присутствуют так называемые боты. То есть помимо живого трафика у них еще летает в зоне порядка 300 дронов. Они их называют. На которых видят диспетчера, которых видят пилоты. То есть это ну такой псевдо живой трафик. То есть они у вас все время там шуршат. Где-то. Это не оффлайновый трафик, который там, ну и не ватсим. То есть ватсиме вы или вау видите только других подключенных пилотов. И диспетчеры видят только других подключенных пилотов. Здесь же есть такой оффлайновый, точнее есть трафик, который видят все. Это приятная штука. Ну и в целом сеть в первую очередь, как я считаю, предназначена для обкатывания моделей от A2A. Понятно, что их можно катать и везде, но лично мне нравится здесь. Поэтому желающих подтянуть английский язык, беседовать с американцами, попробовать интересные какие-то необычные полеты, которые не приелись вам еще. А диспетчера, которые вас не пошлют нахрен, потому что вы им платите деньги. А живые деньги. Поэтому вы на свои неверные и некорректные действия получите разумное объяснение, как вам надо это сделать. И такие ошибки вы больше повторять не будете. Итого, давайте срезюмируем. У нас с вами имеется сеть, которая стоит какое-то количество денег. У нас с вами имеется сеть, которая стоит какое-то количество денег в месяц. У нас с вами имеется небольшая, относительно всего континента, зона покрытия. Эта зона покрытия у вас закрыта одним регионом. То есть вам не надо бегать, сражать сценарии, искать какие-то мэши и прочее. У вас уже все готово. Для этого тоже, правда, придется разориться. Но у AirBX проводит периодические скидки. В данный момент это 47%. То есть она стоит буквально 1100 рублей, что ли. Вы летаете на самолетах, которые позволяют вам выкручивать настройки на максималку, не боясь каких-то out of memory и прочих радостей. Получить красивую графику, прикрутить туда ПТА и прочее, прочее, прочее. В данный момент у меня разрешение стоит 4К в игре. И я имею там 40-50 FPS. Меня вполне это устраивает. Помимо этого, в Калифорнии, как правило, почти весь год хорошая погода, что позволяет вам летать визуально. Есть и плохая погода, но плохая она относительно видимости. То есть у них туманы. Прям ярые порывы ветра – это достаточно редкая штука в году. Но вот туманы и облачность – это штука постоянная. Поэтому какие-нибудь Кат-2 вам обеспечены на ура, если вы там хотите. Опять же, все зависит от вашего вкуса и пристрастия. Кроме того, сеть у вас постоянно, то есть вам не придется летать на Юникоме, кроме тех аэропортов, где это реально, которые для этого реально предназначены. И то вам там придется сидеть и говорить голосом, что вы пытаетесь сделать и обозначать ваши намерения. Вы не используете текст вовсе. Для кого-то это минус, для кого-то это плюс. То есть по чате с диспетчером у вас выйдет только на личные темы. Анекдоты можете свеже рассказать. Мне вот, например, сказали, что у меня там вышло неплохое видео по OSM сценариям. Сеть работает во всех актуальных симуляторах. И в 2004, и в FSX, и в X-Plane 10 и 11 допиливается. Клиент очень простой, легкий. Качество связи на высоте. Связь реализована в качестве именно радио. То есть вам необходимо будет помнить о том, что радиоволна как бы спотыкается о некие препятствия. Естественные, такие как горы, например, и диспетчера, вы можете, заходя на посадку в какой-нибудь каньон, вы можете потерять связь с диспетчером. Она работает на определенном удалении. То есть вышка там не берет дальше, по-моему, 20-30 миль, грубо говоря. Для России особенность, по большей части, к сожалению, это, как правило, один диспетчер. Из-за того, что вы начинаете летать очень рано, когда трафика еще немного. Опять же, к этому можно относиться двояко. Ну, как бы хрен с ним. То есть частоты вы все равно меняете. Каких-то там глобальных проблем для этого нет. Помимо прочего, сеть предоставляет возможность летать на малой авиации. Как визуально, так и инструментально. Сеть предоставляет возможность вам летать на любой авиации, на самом деле. С любыми позывными. Как вам хочется. Вплоть до планеров. Но знаете, что я для себя немного обнаружил? Вот этот полет, который вы видите, я прошел полностью в ПВП. То есть я взлетал из неконтролируемого аэропорта. И на связь с диспетчером я вышел вот только в этот момент. Вот когда начался заходить на посадку, на удаление 20-15 миль от аэропорта. Потому что я входил в воздушное пространство класса дельта. Я связался с вышкой и сообщил ему о том, что хочу приземлиться в его аэропорту. Погоду в аэропорту имеем. Мне сказали, заходи на ВПП-30. Первую левую. Через правый даунвинд. И доложишь мидфилд. То есть в середину аэропорта. И вот я благополучно пилю на даунвинд. Это нот связи с диспетчером. В этот день у меня была ровно, суммарно, наверное, секунд 35. То есть первый доклад о заходе. Второй доклад в мидфилд. Мне разрешили заход на посадку и clear to land. И третий это был доклад об освобождении ВПП. Мне сказали, ну рули на стоянку по такой-то рулежке. Все. Ну и за это вы платите 20 долларов. То есть вы можете летать вообще не выходя на связь с диспетчером. Просто полетали и полетали. За что вы платите? Деньги тоже не совсем понятно. Но я опять же говорю, надо просто понимать, что если вы там достаете эту тысячу в месяц купить себе конфет, мармеладок и прочих радостей или заплатить за сеть, то это явно того не стоит. Правда. Ни при каких условиях. Если как бы тысяча рублей для вас не особо напряжная штука и вам нравится то, что здесь происходит, то пожалуйста. Я летаю исключительно по маленькой Калифорнии, потому что вся эта огромная зона покрытия мне не сдалась вообще. Еще один нюанс. На канале у меня есть ролик, как это все работает в DCS. Благодаря театру военных действий «Невада», то есть DCS версии 2. Есть возможность летать в Pilot Age на военной авиации. Такой как A10C, F5, вертолет Huey и, если не ошибаюсь, Mirage еще поддерживает эту штуку. То есть те самолеты, у которых есть ответчик, они для них специальные кастомные клиенты. Штука эта такая немного сложноватая, но в принципе интересная. Вот, то есть вы можете летать с реальными диспетчерами в DCS. Что еще вам рассказать? Собственно... Наверное, больше-то и нечего. Все ссылки я оставлю под видео. А, да, еще один момент. Есть такой ресурс, называется он myflightroot.com Ссылки я на него тоже оставлю. Это как раз таки Такой, что-то вроде, не то что PFPX, а Портал, в котором собрана вся информация, которая вам может понадобиться для полетов. То есть там есть ссылки на схемы, есть возможность найти маршрут, есть Всякие ссылки на архивы полетов. Это круто так называемые. Есть возможность сгенерить себе любой план, какой вы хотите. То есть там вплоть до кнопки, там удиви меня. Есть так называемый alphabet challenge. То есть вам надо слетать в 26, то есть сделать 26 хопов, да, по количеству букв. В латинском алфавете, в английском. И это, ну, такая интересная штука. То есть есть чем себе позанимать. Есть FS economy, если никому интересно. То есть что-то вроде коммерческой такой жилки. Я, кстати, к этой штуке, с этой штукой, точнее я вот с Pilotage активно использую Air Hauler 2. То есть свою компанию, там вожу грузы. Нанимаю прочих рабочих, которые меня катают. Про это я все никак не могу рассказать. Она у меня уже полгода валяется. Без дела. Собственно, все. Если есть какие-то вопросы, ребята, задавайте под видео. Надо будет, я покажу, как там выполняется полет со всей подготовкой. Со всеми прочими радостями. Если интересно, подписывайтесь. Посмотрим, что можно еще показать. Всем до скорого. Такой маленький влог получился, я не знаю. Мерзкое слово, если честно. Никогда не хотел что-то делать подобное. Всем до скорого, пока.